Всем привет дорогие друзья! Многие подписчики в комментариях просили, чтобы я как можно больше внимания уделял 200 ленд-крузеру, на котором я езжу. Чтобы я рассказывал некоторые нюансы. Сегодня тема именно об этом. Итак, очень больная тема ленд-крузер 200 это расположение блока управления турбин, которое находится под передним правым крылом, за брезговиком. Многие владельцы дизельных ленд-крузер 200 попадали в такую ситуацию, что после сильного дождя, когда влетаешь в лужу, в большую сильную лужу, заливает блоки управления, человек попадает на очень кругленькую сумму, порядка 1000 долларов. Блок управления приблизительно так стоит. Поэтому, изучив информацию по этой теме, я решил это устранить, как бы предупредить, чтобы не оказаться в этой ситуации, то есть в этой негативной ситуации, чтобы мои блоки не залило. И я их перенес. Сейчас я вам покажу и расскажу, как я перенес. Поехали! Итак, друзья, вот переднее правое крыло, вот он брезговик. И блок управления турбинами находится непосредственно за вот этим вот брезговиком, прямо вот в этом месте. Получается так, что если вы сильно в лужу попадете, вода через эти прорези заскакивает туда внутрь и, соответственно, заливает блок. Многие уже люди попали в неприятность и на серьезные суммы. Итак, для того, чтобы нам перенести эти блоки, а там их два, они рядышком стоят, нам необходимо открутить вот эти вот саморезы. Открутить также снизу крепление, вот здесь тут их, по-моему, парочка. Снять вот эти вот защелочки. Вот одна, и тут где-то вторая была. Сейчас грязно, плохо видно. В общем, снимаются защелочки. И колесо снимать не нужно. Колесо выворачиваете, колесо выворачиваете вот в эту сторону, получается, вправо выворачиваете. И брезговик оттягивается. Оттягивается брезговик, то есть вот отсюда он оттягивается. И вы туда засовываете руку. На трех болтах крепятся непосредственно эти блоки управления. Итак, теперь я вам покажу, где их размещать необходимо. Так, размещаются блоки управления вот в этом месте. Вот это реле у меня здесь стоит для ксенона. Вот под ним, как видите, вот они закреплены. Итак, крепление на саморезах здесь одно. Вот тут еще второе. То есть два самореза сверху. И, соответственно, снизу. То есть для того, чтобы блоки перенести, на них нужно отсоединить вот эти два разъема. То есть все это одним кабелем. Один кабель, два разъема. Они первоначально находятся под крылом. Из-под крыла, вот отсюда, они прямо вытягиваются. То есть, когда вы их под крылом отсоединили, вы вытягиваете их отсюда. Вот, прямо от аккумулятора. Но аккумулятор я рекомендую, конечно, снять, потому что не сняв аккумулятор, вы не сможете даже вмонтировать блок. Не говоря про то, что даже вытянуть оттуда разъем. Итак, снимаем мы аккумулятор. Вынимаем отсюда провода после того, как отсоединили от блоков. Они очень тяжело проходят. Очень тяжело их просунуть. Но там есть место, чтобы просунуть. То есть вам просто найти нужно место, где они пройдут. Вот, вынимаете их сюда, в подкапотное пространство. И кабеля хватает. Ничего не нужно обрезать, ничего не нужно переставлять. Все нормально ставится вообще без всяких проблем. Крепление, на которое закреплены блоки управления турбинами, полностью не снимается. То есть оно остается. Металлическая часть остается. Единственное, что можно подрезать его по месту. Подрезать и подогнуть. Когда аккумулятор у вас полностью снят, вот здесь идеальное место. Вот это место прямо идеальное. Становятся они четко, практически плотно к аккумулятору. Как видите, вот здесь щель, ну где-то может миллиметр между аккумулятором и, соответственно, блоками управления. Все четко вошли. Здесь они уже никак не подвержены абсолютно никакому воздействию воды. За них можно не бояться. Они теперь полностью защищены. Вот я отсюда специально вам покажу, как это выглядит. Как они здесь установлены. Я рекомендую всем, у кого двухсотка дизельная, сделать именно такую процедуру. Переустановить блоки управления турбинами снизу, сюда, наверх. Охлаждения здесь вполне хватает. Всего достаточно. Я уже так езжу несколько месяцев. И я вам скажу, что эта штука меня спасла. То, что я сделал, меня действительно спасло. Потому что я уже глубокие лужи на нем проезжал. И в конце концов, мои блоки управления турбинами остались до сих пор живы. Так что, друзья, всем рекомендую это делать. Итак, друзья, надеюсь, что этот видеоролик для вас оказался полезен. Если это так, обязательно ставим палец вверх, подписываемся на канал. И не забываем нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Будьте здоровы. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok